МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мой доклад был посвящен созданию киберполигона у нас для того, чтобы отрабатывать технологии для цифровизации электроэнергетики. То есть все, что касается цифровых подстанций, все, что касается технологии передачи данных, центров управления сетями, информационной безопасности для этих всех технологий, этим занимается как раз наш киберполигон, который создан в рамках нашего центра. Важно не только создать саму инфраструктуру, важно то, какие результаты мы на этой инфраструктуре получаем. Поэтому во второй части доклада я рассказал, что этот киберполигон позволил нам достичь. И вот в частности можно отметить, что мы разработали новые решения по обеспечению информационной безопасности, которые находятся на стыке между технологическими системами, между системами релейной защиты автоматики и, собственно, средствами защиты информации. То есть мы смогли их подружить таким образом, чтобы те угрозы, которые существующие средства защиты информации не могут закрыть, чтобы они были закрыты как раз благодаря такому вот взаимодействию технологических систем и систем информационной безопасности. Также мы разработали новые системы, которые позволяют автоматически проектировать системы защиты, как технологические, так и информационной безопасности. И здесь присутствует на стенде новый продукт лаборатории Касперского, который мы вместе с Московским методическим институтом развиваем. Это продукт SecurityCAD, который позволяет на вход получить структурную схему СУТП какую-то, а на выходе получить разработанный проект средств защиты информации, системы информационной безопасности и автоматически рассчитать вектора так, угрозы, автоматически определить, какие технические и организационные меры нужно, чтобы эти угрозы закрыть. Сейчас мы общаемся с нашими регуляторами, с заинтересованными сторонами, чтобы создать некоторую методику применения этих технологий, чтобы появился стандарт организации, чтобы вендоры, чтобы проектировщики могли ознакомиться с этими технологиями и использовать их. Потому что технологии новые, степень гибкости очень большая, и здесь важно такие руководящие указания, чтобы люди активно это применяли, активно это использовали. Сначала создавали полигон для испытаний устройств защиты автоматики технологических. Но, естественно, они все эти защиты технологические являются цифровыми системами, и вопрос кибербезопасности, он встал моментально. Но благодаря тому, что мы получили грант и создали Центр национальной технологической инициативы, появились ресурсы, появились заинтересованные компании, и фактически мы развиваем этот полигон именно в направлении информационной безопасности уже два года. И дальше будем его развивать, потому что как только у нас сформировалась критическая масса продуктов и технологий, заинтересованные люди, заинтересованные компании сами появляются и говорят, давайте добавим это, давайте добавим это. Это очень позитивно, нам это очень нравится. Тема очень актуальная, потому что переход на цифровые технологии в электроэнергетике, он идет, от него нельзя никак отстраниться. И, естественно, вопросы информационной безопасности для такой критически важной инфраструктуры, как электроэнергетика, они выходят на первый план. Поэтому компании, которые заинтересованы в таких разработках, практически это все компании, которые предоставляют продукты, услуги для цифровой электроэнергетики. И на самом деле таких цифровых полигонов практически каждый вендор их у себя содержит, но мы понимаем, что когда нужно провести масштабное тестирование, когда это не один энергообъект, а целая энергосистема, здесь нужны специализированные решения. Вот мы как раз предлагаем такие решения, и сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы наш киберполигон можно было интегрировать с другими киберполигонами. Например, вот то, что делает компания Ростелеком Солар, значит, мы тоже с коллегами общаемся, прорабатываем возможности, сценарии для того, чтобы два киберполигона для решения масштабных задач могли бы быть объединены как на уровне технологическом, так и на уровне управления обучением, управления сценариями, атак, и так далее. То есть вот в этом направлении работаем, поэтому видим интерес, как бы надеемся, что мы сможем свою лепту, так сказать, внести в дело разработки таких технологий. Специалисты по технологическим системам, по цифровым системам защиты автоматики, что они пытаются отстраниться от решения вопросов по обеспечению информационной безопасности. То есть они пытаются представить это как некоторую отдельную систему, вот, и мы понимаем, что, наверное, можно так к этому подходить, но цена решения, эффективность решения, как бы, высокая цена, низкая эффективность. То есть для того, чтобы обеспечить на приемлемом экономическом уровне нужную функциональность с точки зрения обучения информационной безопасности, сами системы должны стать иммунными. Вот этот тезис мы очень сильно поддерживаем и предлагаем нашим уважаемым коллегам, да, тоже над этим задуматься, с тем, чтобы не наворачивать сверху над системой бесконечное количество других систем обеспечения информации, а сделать сами технологии безопасными на этапе дизайна. Вот с этим очень приходится много работать, как бы, объяснять, пропагандировать эту идею, потому что, ну, традиционные разработчики, им не очень хочется расширять свою сферу компетенции, как бы, для них это выход из зоны комфорта, но мы понимаем, что без этого, скорее всего, эффективную защиту будет трудно очень построить. Либо она будет достаточно дорогой на этапе внедрения, на этапе эксплуатации. А для того, чтобы минимизировать стоимость и повысить эффективность, надо все-таки обеспечивать иммунность на этапе дизайна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!